Файдинг Парадайз 4 эпизод Ого, далековато Где у нас что, отнесло точки появления? Не волнуйся, я разберусь Послушай, Нил, всё, что нам нужно сделать, перебрасывай через эту стену Не знаю, что ты задумал, но давай не будем усложнять Не волнуйся, проще уже некуда Это абордажная кошка Ой, да ладно тебе, я всегда хотел это попробовать Ладно, кажется, способ довольно очевидный Эх, не на максимум сила, но Я чувствую, я доела Что? Этот крюк Тот самый крюк, что противник Чувак, сейчас же увеличь Нептун, верни его на робиту Слабо всё скопировал, а не вырезал Не говоря о том, что он частично процентурно сгенерирован Дерь, дай-ка мне включить его гравитацию Стой, что? Да что с тобой не так? Что, ты сказала, что не можно использовать крюк? Теперь давай отключим гравитацию и... Пока, Нептун, спасибо, что подбросил Он ответил Ладно, хоть немного... Она шарит Что ты сказала? Ничего, пойду Спалилась Слово, режиме дня Даже не пытайся Он не долетит, ты же знаешь Мы слишком далеко Так что, ты вообще собираешься рассказать мне эту историю? Вообще Что? О ранней птичке, которую ты нашёл, когда был маленьким А, нет, всё-таки, ага, сейчас упоминаю эту историю Там ещё такого, ты знаешь, как-то бывает У птицы было сломано крыло Я какое-то время не заботился Потом её приютил ветеринар, но... Ну что? Но я попытался выкрасть птицу обратно Ты думал, что сможешь о ней лучше позаботиться? Нет, конечно Я знал, что не смогу Тогда зачем? Наверное, за тем, что она была моим единственным другом Я просто не хотел её отпускать Ого, ну и сопли в сахаре Я бы похлопал у тебя по спине Будь это собака или даже кошка Но птица Так и знал, что ты не стоила рассказывать Все, кому я рассказывал эту историю Либо думали то же самое Либо засыпали от скуки Ага, тут я тебе не помощник Но знаешь, каждый смотрит на всё с своей точки зрения Может, это и нормально, что остальных она особо не заботила Возможно, для тебя птичка была важнее, чем для других А может, ты просто отстойный рассказчик Я просто хотел, чтобы они поняли Ага, ну и как сработало Знаешь, не все истории должны быть рассказаны Некоторые нужно держать при себе Так, чем же всё закончилось Ну, мне казалось, что птица улетела Мне казалось, что я её потерял Но однажды она вернулась, чтобы попрощаться Тебе казалось? Не уверен, я только плохо понимал Где реальность и где мои фантазии Наверное, я многовато жил в своих мыслях Ээээ, а ты совершенствуешься? Ну, знаешь, я раньше воображал полёты на большом бумажном самолёте Мы бы на нём облетели весь мир Повидали всё на свете Я бы смог перелететь с балкона на балкон Привет, Дертер Какие глупости Невозможно летать на бумажном самолёте, дурачок Тоже мне новость Но если ты и правда так сильно хочешь летать Почему бы тебе не пойти на ней и не стать пилотом? Ааа Подожди, ты серьёзно? Да Почему нет? Что значит, почему нет? Нельзя просто так пойти и стать пилотом Почему же? Потому что как? Ну, самолёты же взлетают из аэропортов Так ведь? Ничего страшного, если попробовать найти один и спросить Это... Если бы это было так просто Может, если ты позволишь тому случиться, так и будет Мне нужно идти, Колин Я знаю Родители, да Постой Я завтра поищу аэропорт Ну, думаю, дружелюбная соседская девочка вполне неплохая причина вдохновиться летать Так что я, как он сказал, хотел впечатлить какую-то девочку Помнят все эти ночные беседы даже на смертном андре Ай-яй-яй Тесновато здесь, давай зайдем внутрь Ого, похоже, он отткнулся на распродажу плакатов Или половую зрелость Я имею в виду, если ты и правда так хочешь летать Скалл-фей, почему тебе не пойти, не стать пилотом Выходит, эта зелёная книга из шкафа просто дневник Похоже на то Видать, его родители уверены, что он не лунатик Раз позволили спать в комнате с балконом Все сидит и сидит Сюда иди А, нет Ха, не думал, что оно такое интересное Плакат с тропическим островом, окруженной лагуной и барьерным рифом Хм, где-то я уже это видел Это та же картина, которая висела над его кроватью в пожилом возрасте У него и сейчас на чердаке такая картина хранится Для подростка какие-то чересчур стромодные вкусы в искусстве Субтитры сделал DimaTorzok Ааа, как странно А это что, я не могу подвинуть То есть оно вообще импульс весь поглощает Нет, это вы, кстати, не подумал, что это так работает Окей Это когда он вторым пилотом был? Прям целый ажиотаж вокруг того, станет ли он пилотом, не правда ли? Скорее, выживший пилотаж Высший пилотаж Окленд, это кактус 135 Эшелон 360 Ну да, то же самое Это его, скорее всего, первый, о чем говорил Кактус 135, это окленд Давление 763, скоро увидимся Давление 763, кактус 135 Конец связи Ты слышал, салага, тебе нужно всегда следовать правилам и использовать специальные слова Каждый раз Даже когда ты говоришь не по радио А дома со своей женой Но главный инструктор сказал Я что, похож на главного инструктора Ее личико дарено такими же первосортными усами Не думаю, что я буду к тебе снисходителен Только потому, что это твой первый настоящий полет Поскольку ты мой второй пилот Я хочу слышать тебя лишь две фразы Дарили Это да, капитан И шоссе пучит на капитан Это смешно, сэр Я что, по-твоему смешной? Никак нет, сэр Я тебя разнилил, что хочу слышать от тебя лишь две фразы Да, капитан Ну так что, я по-твоему смешной? Да, капитан Сейчас я пущен Да чтоб тебя, мне постоянно прославят смыслевых придурков Это, наверное, шутка Ну ты не знаешь, что иногда воспоминания сильно преувеличены Надеюсь Первосортные усы Да и капитан Он что, все еще ведет дневник на этой штуке? Тут на корешке приклеено что-то вроде списка предполетной проверки А, капитан, наверное, ты всегда такой? Я ж почти ничего не делал, просто рядом сидел Ха, да, тебе, наверное, стоит пока к такому привыкнуть А, впрочем, забудь про него У тебя есть планы на вечер? Мы с другими бортпроводниками думали позвать тебя выпить, чтобы отпраздновать О, скажи им спасибо, но я лучше направлюсь прямиком домой Моя жена уже на втором месяце, а меня и так часто нет дома Оу, двойные поздравления, уже выбрали имя Да, думаем про вариант эшер Оу, щита, это что-то дерьмище А, щита не поняла, что она делает Вроде ничего особенного она не делает Странно, ну ладно А это плохая примета какая-то, или что? В коле, я просто не шалю Аэропорт Ну уже, спроси его А, понятно Не слышал о таком, но могу поверить Эм, прошу прощения Вы пилот авиалинии? Это маленький муниципальный аэропорт Малыш, здесь нет авиалиний Я чёртанный пилот Хочу заказать самолёт Хочу научиться летать Можете мне научить? Хочешь начать учиться с молоду? Тебе лучше поговорить с кем-нибудь из лётной школы Сверни вон там и иди прямо по коридору в диспершерской С тобой разберутся Видишь, я же говорила, что стоит попробовать Держи парень, он что-нибудь об этом знает Мне кажется, я тебя тут раньше не видел Да, я пытаюсь узнать, как стать пилотом Да, это просто Находишь инструктора и учишься Честно говоря, я сам работаю над получением лицензии И, кстати, полпути пройдено Разве обучение недорогое? Ага, но именно поэтому я здесь и подрабатываю Платят не очень много, но скидки на учёбные полеты помогают Мне кажется, я тебя Кажется, эта картина висела на чердаке Колина, когда я туда заходил Забрал домой сувенир, полагаю Аааааааааа отдай мою дозу тупой железяка сака чего ничего не учусь что это за просто оставляю кое-что для занятий возможно голова должна быть меньше для лучшей обтекаемости да пофиг у него есть дополнительная тяга и задница ну возможно кого-нибудь это развеселить показ панели покрытия небольшого самолета снаружи самолета зуб дают диспершеская здесь мы предлагаем летную подготовку а вы удовлетворяете требования на это затратно а если какой-нибудь другой способ ну не мне это говорит но почему вам не обратиться к владельцу сейчас у него перерыв но я сообщу что вы к нему подойдете владелец целого аэропорта а это его семейный аэропорт его кабинет другом конце коридора ты слышал семейный что это значит это значит что владеет семья а еще что у них тут наверно прикрытие для мафии для мафии какая мафия и я у вас за спиной все что да прямо как крестного отца нанесем к ему визит что-то глупые детишки должно быть это шутка и музыка заиграла послушайте сар я не хочу проблем конечно не хочешь сынок до меня что ты хочешь стать пилотом да сэр ну тебе нет опыта нет сар нет образование нет и денег тебе тоже нет нет сар Ты приходишь сюда в день, когда моя собственная дочь задает летный экзамен Просишь моего гостеприимства, хочешь использовать мой аэропорт для встречного предложения Ты что, не уважаешь меня и бизнес моей семьи? Скажи ему, что у тебя сильные руки и ты можешь помогать в аэропорту Эй, у меня довольно сильные руки Да, хочешь сказать, что не против поработать? Да, не против Да, не против Интересное предложение У нас и правда открылось несколько вакансий Возможно, нам не помешает помощь Отлично, ты предложил сделку, от которой ездишь в самокат Еще лимонная моретто, Рикардо, только без моретто О, дьявол Парень, теперь ты на меня работаешь А заработком ты будешь покрывать свое обучение по одному полету за раз Быстрее поблагодари его и уходи Спасибо за вашу доброту, сэр Видишь, ты это сделал Нет, подожди, я ведь всего лишь изъявил желание работать Ты теперь практически сам главаря мафиози Мы предполагаю при украшивании воспоминаний Это что, типа, расизм к итальянцам? Итальянцы не раз И у него явно есть тенденция креативно видоизменять свои воспоминания Ну или он просто запомнил это из фильма, который посмотрел восемь лет Ну как бы то ни было, посмотрим, есть ли он, но для нас что-нибудь Боже ж ты мой Очень хорошо сцену поставила Собачка Ммм, да котик сломался Подчинился, а нет, все нормально Хоть пять знак таева Я уже даже не уверен, настоящий ли он Лимон и Моретто без Амаретто Ахаха Ммм, да котик сломался Наконец-то тропический воздух Дима какой-то отпуск Может быть даже медовый месяц Вот, сэр, ваш Лимон и Моретто без Амаретто Понятно Спасибо, прям как я люблю И для вас, леди, ваш Лимон и Моретто без Лимона О, спасибо, не знала, что вы такое готовите, ребята Ты справишься со всем этим лимонным соком? Да, я его с детства обожаю Мы действительно здесь Ты давно хотел сюда приехать, да? Твои мечты оправдались? Ну, когда многое ожидаешь Ну, да, здесь до сих пор красиво А ты что скажешь? Ну, знаешь, потратить половину наших сбережений на отложенный медовый месяц и все такое Ага, все-таки, да Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Кроме того, пока зарплата будет невысокой Эй, зато у тебя крутые солнцезащитные очки Я поговорил на прошлой неделе с Марией Мы организовали гибкий график Так что мы готовы, да? Да, готовы настолько, насколько это возможно Знаешь, возможно мы еще не скоро сможем вот так куда-нибудь поехать Хе, однажды маленький засранец заплатит за каждый выпуск, что мы пропустили Ну а сейчас еще больше причин насладиться остатком отпуска За остаток отпуска Да, за остаток Твою ж мать Ловкий парниша Что же, это кажется излишне Кепка это хорошо, да Зато и 100% Ну же, Колин, вода не настолько холодная Эти зефирки точно пережарятся Ну же, Колин, вода не настолько холодная Вообще, ты еще не спишь? Говорил, теперь надо брать лимонный сок Да, уж спит она совсем неграциозно Цветочки, да-да-да-да-да Здесь куда более подходящее место для подобных цветов Пустой лист бумаги Похоже, он собирается накидать стишок Выцветная картина с Бора-Бора Ура, тащится в самое начало По крайней мере, мы на пляже По крайней мере, мы на пляже Некоторые переключатели меняют сами дорожки памяти Это как? Э? Даже так Интересно Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Да, но у нас нехватка самолетов из-за того, что кто-то пробил колесо. Если кому-нибудь не отменят, сомневаюсь, что он сможет полетать. У него хоть инструктор есть, без понятия. И кажется, они о тебе говорят. Я знаю... Это кусочек пола, который он подметает, должно быть супер чистый. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так что... Так, вот 24 доллара мелочью. Ого, тут целая куча монеток. Ничего, у меня свободен весь день. Ого... Смотрите продолжение в следующей серии. Какой неприятный клиент. Какой неприятный клиент. сюда я занимался акробатическим рисованием в небе ухты когда рисуешь не без всякие штуки следами самолета а я был чертовски хорош но потом меня уволили почему полная дискриминация уверяю все за то что они узнали что я не очень вылетевшие школы было ли дело того что я самый искусный пилот во всем авиапарке нет но лишь из-за того что я не очень-то умею читать меня вышвырнули на мороз уф одна мысль об этом бесит ага когда совсем не справедливо вышло ну а может если однажды мне понадобятся ваши услуги я смогу вас нанять спасибо парень блин сначала ты достал мою газировку теперь клянешься вернуть мне смысл жизни видимо придется выучить тебя так что закачаешься замечательно прошло да мне сюда не пройти Размытая запись о работе в аэропорту и Фэй, уснувший на крыле самолёта. Интересно. 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 Таким образом, четыре силы формируют устойчивый полёт. Вопросы. Эй, котик. Эм, почему у этого самолёта кошачья голова? Не знаю. Она уже была, когда я начинал здесь работать. Так что я просто написал поверх. Лол. Кажется, мы немножко в тупике. Не хватает ещё одного зона памяти, но индикатор указывает на то, что в этой зоне мы всё активировали. Может, получится как-нибудь стимулировать его память? Надеюсь. Давай оснарить его оба. Э-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Э, если бы я это, ты бы узнала, я же шел прямо за тобой. Вообще, я даже не знаю, почему постоянно за тобой хожу. Э? На, не! Что это за чертовщина? Я не знаю. Ну, похоже, это наш билет проще из этого воспоминания. Это что, нам нужен был путь дальше? Это место, как по лучшему, сфотканено само? Да, еще я зарядовал находящим способом. Я не знаю, что у нас тут происходит, но идти нам больше некуда. Ну же, мы должны прыгнуть. Ай, ой, нет, я даже вниз посмотреть не могу. Есть только один способ все выяснить, не ел. Ладно, прыгаем на счет 3, 2, 1. Хватит толкать меня вниз, Ева! Что, я тебя не толкала? Да, конечно! Ого, реально, ого! Эй, ты как, в порядке? Какого лишнего происходит, а почему все именно так? Кстати, это не я мешаю. Погоди, пообавь свой пыл. Я, кажется, вижу их внутри. Какого лишнего происходит, а почему это происходит? Так, ну-то вроде все вернули мне управление. Ты неплохо справляешься, мы не умрем. Итак, видишь просадочную полосу? Вижу, наверное. Ладно, начинай заходить на посадку и не забудь проверить приборы. М, рабочая смесь богатая. Насос включен и зафиксирован. Зеро, Янки, Ромео. Посадка на полосу 2-1 разрешена. Зеро, Янки, Ромео. Мы слишком высоко. Выпусти закрылки. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Быстрее, ниже нас. Порядок, беру управление на себя. Ох, слава богу. Йоу, жесть. Держись, похоже, приземляемся. Бедный Нил. Эй, ты в порядке? Нет, Ева, я не в порядке. На самом деле я мертв. Ха-ха, конец игры. Живо вставай. Ладно. Голова кружится. Это нормально? Не волнуйся, скоро пройдет. Знаешь что? Вот, возьми мою шапку. Ах, ты напоминаешь мне о собственной юности. У меня тогда был знакомый тоже такой нервный, как ты. Эй, а ты в ней круто смотришься. Это скажу я тебе ничто по сравнению с акробатическим рисованием в небе, которым я занимался. Когда-нибудь я к нему вернусь. Вам, прям в башку. Эй, а ты в ней круто. Снова выздоровел в голову, Ева. Радуешь встресение мозга. Йоу. Тебе повезло, что я запрограммировал свою голову так, чтобы она была твердой, как камень. А ты подготовился. Да, он неплох. Так, шапка. Много шапок. Сколько переменных, господи помилуй. Тьше. Твои жди себе. Продолжение следует... 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 Метафорические прожекторы Всех делают круче Наши опарни Такие драматичные воспоминания Ну, по крайней мере Все срослось Ты хотела сказать, что все типа срослось Иначе бы нас здесь не было Так, я так и не помню, что эти штуки делают На самом деле Типа, по-моему, они еще не меняют Просто пропускают Да, то есть особо никого смысла нет Интересно, а если это изменится Ага А, 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 интересно Окей А, это даже достаточно было Так Так, теперь уже, да Очень близко воспоминания находятся Что ж, я закончил свой Я тоже, давай посмотрим, что ты Че это такое Моя лучшая попытка Уже свидания начались А он быстрый Но мы все еще прыгаем туда-сюда Скорее всего Прошло какое-то время Быстро набрался карандашом Быстро набрался карандашом Боже, интересно, у кого он учился так рисовать О боже Че такое Медузы Медузы Медузы, это кайф Эй, в порядке, Ева Их так много Ну ладно, хорошо Если человек не интересуется Не только садоводством Огромный настенный аквариум Разберись с этими воспоминаниями Ладно, оставь меня ненадолго Хорошо Неожиданно, да Ну, думаю, я всегда любила фортепиано, но В детстве у меня была учительница по фортепиано Каждый раз, когда я играл Она заставляла меня чувствовать себя худшим пианистом в мире На какое-то время я перестала к ней ходить И перестала играть Я была закомплексованным ребенком Меня это правда задевало И всякий раз, когда я все сомневалась Я вспоминал ее слова Однажды я решил, что с меня хватит И я сказал себе, что в один прекрасный день Стану концертной пианисткой Но раз это не значит, что она решила Твою дальнейшую судьбу за тебя Что ж, наверное, у меня просто странные взгляды на мир Мне не особо важно, на какой путь я вступила Главное, что извлеклась в него максимум Жизнь так коротка Мы за что не успеем сделать все, что хотим Что бы мы ни делали, всегда остаются неопробанные вещи, непройденные пути Так, что, думаю, в итоге должна быть довольна тем, что выбрала Ладно, это все пустое было-то мне Хватит обо мне Может, поговорим о тебе? Что тебя побудило стать пилотом? Я Я хотел летать в разные места И все Давным-давно мой друг отправился куда-то очень далеко Тоже про птичку, да Думаю, я просто хотел снова его найти Произошло что-нибудь важное Не знаю, я на акул пиарился Хорошо, посмотри, когда мы будем готовы двигаться дальше Да, не очень ты-то нас любишь Я не знаю, я не знаю, я на акул пиарился Эй, куда он? Оу, для головоногого он очень ласковый Кажется, немножко чекотно Даже немножко чекотно Чернильная атака Почему оно вообще в контакт В бассейне Оу, для головоногого он очень ласковый Не знаю chamado В бассейне Что-то Как, нет Уб then Ты Слаб Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!